Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я приветствую всех, кто собрался сегодня в нашем шоуруме Казанского Федерального Университета. Есть у нас уже такая добрая традиция по не очень доброй теме, но все-таки добрая традиция в начале декабря, в канун Дня Всемирного Дня, противодействия коррупции, борьбы с коррупцией, встречаться и обсуждать наиболее актуальные злободневные вопросы, которые так или иначе возникают на Ниве, противодействие вот этому явлению, носящему, в общем, не исключительно российский или европейский, а мировой характер. Поэтому каждый год появляются новые практики, новые проблемы и новые предложения о том, как, каким образом можно минимизировать то, что мы называем коррупцией. Прежде всего, в начале нашего ток-шоу «Активного студенчества говорит не о коррупции», я хотел бы представить экспертов, они находятся в зале нашего сегодняшнего ток-шоу, директора департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Юлию Владимировну Виноградову, доцента высшей школы журналистики и медиакоммуникации Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Романа Петровича Баканова, доцента кафедры, вижу, вижу, да, маски делают свое дело, не всегда всех узнаешь, и тем приятнее. Это, как говорят борьцы с коррупцией к деньгам, когда кого-то не узнал. Доцент кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Евгения Валерьевна Храмова и профессор, заведующий кафедрой уголовного права и юридического факультета Казанского федерального университета Мария Вячеславовна Талан. Добрый день. И наши спикеры, люди, которые непосредственно, я надеюсь, зададут тон и будут своим мнением, своей позицией корректировать наши взгляды, наше понимание, наше осознание того, о чем мы будем говорить. Главный советник отдела антикоррупционного мониторинга управления президента Республики Тарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Валерьевич Лохоцкий. И проректор Казанского федерального университета по общим вопросам Решат Рифулыч Гузееров. Итак, со всеми познакомились, всех представил, и сейчас настает самый сложный момент. Я предлагаю нашим спикерам в качестве вступительного слова обозначить те тренды, те проблемы, которые в этот год, между декабрем и декабрем, с вашей точки зрения, оказались наиболее тревожными, наиболее серьезными, и которые, с вашей точки зрения, стоит сегодня не только обсудить, но вообще которыми следует заняться в ближайшее время, для того, чтобы эти тренды не стали фатальными в нашей жизни. Пожалуйста. Гостю? Да. Спасибо. Во-первых, большое спасибо за приглашение принять участие в этой телепередаче. Я сам выпускник Канадского федерального университета. Не знал, приедя сюда в шестом году, что однажды буду на одной сцене с Решатом Рифулычем в роли важного приглашенного спикера. Но вообще это как показатель, что если у человека есть желание, то он может из простого парня Зинадольска добиться успеха и стать сотрудником того же самого аппарата президента республики Татарстан. То есть все в наших, в ваших руках, всего у нас в республике можно добиться без каких-то связей, без благ, без коррупции. Чисто вот основываясь на своем упорстве, на своем желании быть полезным для окружающих, быть полезным для своей республики. И поэтому еще раз всех благодарю за то, что вы все сюда пришли. Я думаю, люди неравнодушные к теме коррупции, неравнодушные к жизни в этой республике. Люди, самое главное, желающие изнести к лучшему себя и окружающих. Значит, что касается трендов. Ну, я думаю, не будет открытием ни для кого, что основной тренд этого года стал коронавирус. Коронавирус. У коронавируса очень много общего с коррупцией. Хотя, ну, можно так сначала подумать, что это какие-то совершенно далекие друг от друга понятия. Но подумайте, и коронавирус, и коррупция, они затрудняют развитие государства. У нас в государстве сейчас тратят огромные силы, огромные средства на поддержание ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. То же самое, те же самые силы, те же самые энергии устремляются и на профилактику коррупции. И коронавирус, и коррупция, они подрывают изнутри мощь государства, снижают уровень жизни населения, ограничивают права граждан. И поэтому у нас в республике, благодаря политике Руслану Григорьевича Мениханова, в этом году коррупция, у нас борьба с коррупцией не претерпела изменений. То есть все силы, все средства, которые и ранее направились на борьбу с коррупцией, у нас в республике действует республиканская антикоррупционная программа против действия коррупции. Значит, она действует в полном объеме, несмотря на то, что, значит, другие программы у нас понесли, были сокращенно финансированы на другие программы. Коррупция, она, президент у нас понимает, что коррупция, она актуальна всегда, неважно какие, что бы как происходит, коррупцией нужно бороться всегда. И в этой связи, в этой связи у нас продолжился цикл мероприятий, направленных на правое просвещение, правую пропаганду, потому что человек, который знает о своих правах, знает о своих обязанностях, он, скорее всего, не попадется на удочку взяточника, он не станет жертвой коррупции. И плюс, значит, мы продолжаем повышать прозрачность работы органов госвласти. Я думаю, ну, каждый из вас хоть раз заходил на сайт госуслуги, на сайт открытый татарстан, может быть, народный контроль. Это все те инструменты, которые позволяют любому человеку ознакомиться с деятельностью любого министерства, зайти на сайт любого министерства, посмотреть доходы любого чиновника, узнать, чем он живет, на что он живет, соответствуют ли его доходы его расходам, соответственно. И если кто-то из вас увидит что-то странное, допустим, он может в любой момент обратиться в наше управление, и мы пройдем со следственной проверку, есть ли у этого человека какие-то коррупционные нехорошие связи. Далее, что касается работы по антикоррупционному мониторингу. Она также у нас в этом году была продолжена. В Республике Татарстан действует республиканская экспертная группа по противополитию коррупции. Мы выезжаем в муниципальные районы, оказываем органы местного управления помощь, выявляем слабые, такие уязвимые коррупции места. Обычно это сфера образования, здравоохранения, сделки с землей. Практически в каждом районе у нас, к сожалению, в этой сфере выявляются те или иные недочеты. Не говорю, что это коррупция в прямом смысле этого слова, но риски возникновения коррупции в этой сфере возникают, и мы предлагаем все усилия, чтобы вообще не допустить возможности возникновения коррупционной ситуации. То есть наша задача не поймать за руку коррупционера, сидя в кустах в засаде с наручниками, а вообще не допустить такой возможности, что человек дал, грубо говоря, взятку чиновнику, чтобы такой возможности встретиться у них и сделать коррупционную сделку, не возникало. Это наша основная задача. И в этой связи достаточно большая работа была проведена. У нас очень много в этом году привлеченных к ответственности за, допустим, сведения о доходах. Тоже большая работа была проведена. Мы анализируем сведения о доходах чиновников, и, к сожалению, продолжается такая практика, что у нас люди занижают свои доходы, скрывают свои доходы. Мы такие ситуации оперативно выявляем и привлекаем к ответственности этих лиц. За особо грубые нарушения у нас чиновники увольняются по утрате доверия. Это означает, что это лицо в дальнейшем уже не может устроиться на государственную или муниципальную службу и быть чиновником. Всего в этом году у нас порядка 7 человек было внесено в такой реестр. Соответственно, вот такие основные направления. Первое — это антикоррупционная пропаганда, просвещение. Второе — это антикоррупционный мониторинг. Третье — это антикоррупционная проверка сведения о доходах. Это основные направления деятельности, которые в этом году у нас проводились в сфере просвещения коррупции. Спасибо. Спасибо. Короткий под вопрос, Александр Валерьевич. Вы заканчивали Казанский университет юрфакт. Да, юрфакт. Не журфакт, да? Потому что очень образно так сказали. Я бы коррупцию сравнил с коронавирусом. Сразу представляешь, что действительно коррупция, как коронавирус, обходит все защитные механизмы организма, въедается самыми разными штаммами, проявляется. И точно так же огромное количество людей не верит в эффективность борьбы с коррупцией, так же, как и не верят в прививки. Что-то очень схожее есть. Хороший образ. Я думаю, что мы остановимся на этом. Красиво подарили вы нам образ. Спасибо. Решат Альфович. Добрый день. Уважаемые коллеги, студенты, гости, эксперты. Во-первых, я хочу вас всех поприветствовать от лица нашего ректора, уважаемого, Шатар Акадыча Гафорова. Потому что, во-первых, мы поднимаем сегодня очень серьезную, злободневную тему. Как сказал Александр Валерьевич, сравнивая коррупцию с ковидом, может быть, с чем-то еще похуже можно сравнить. Потому что, на самом деле, наше общество выедает. Не просто выедает. Некоторые говорят по отношению коррупции, перетекание денег с одного кармана в другой. Не всегда так, потому что, по большому счету, если человек психологически возникает вопрос о том, что он может решить вопросы деньгами, то есть, по большому счету, не своими умственными способностями, а может прибегнуть к финансам, передать, отдать, то человек уже изнутри, по сути, начинает гнить. То есть, психологически человек слаб. Если человек готов к борьбе, если человек готов к драке и готов своими знаниями доказать то, что он достоин этого места, куда он пришел работать, то человек силеный духом, силеный телом. Я, на самом деле, сегодня уже на втором мероприятии, сегодня в 10 часов была конференция в Казанском инновационном университете имени Тимиряцева, тоже обсуждались вопросы коррупции в преддверии 9 декабря, как сказал Леонид Григорьевич, в отношении того, что 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией. Было много, на самом деле, всяких разных выступлений, приветствий. И был очень интересный доклад представителя, сотрудника ТПП России. И вот там как раз обговаривался момент того, что ковид, видно, как-то все-таки наше общество начинает подвергаться каким-то испытаниям, и ковид дал определенный скачок даже коррупции. То есть в отношении того, что, например, мы сейчас постоянно об этом говорим, что уважаемым студентам прививайтесь, прививайтесь, хотя бы как-то остановите эту болезнь. Потому что я сам прошел через реанимацию нашего ковид-госпиталя, то есть довольно тяжело болел. И здесь я еще раз говорю, что уважаемые наши студенты и уважаемые наши сотрудники, я говорю еще раз, делайте прививки, потому что я прививку сделал, но в то же самое время легко переболел. У нас некоторые говорят, что момент коррупционный, что можно этот QR-код и сертификат купить. Можно, наверное, где-то. Как говорят, есть в Паврос, будет предложение. Но момент того, что у нас, у меня уже на памяти есть два случая, когда человек до последнего не хотел говорить, что он QR-код или сертификат купил. До последнего. До последнего, то есть до того, как умер. То есть человек, по большому счету, предпочтел смерть жизни. Из-за того, что начались проверки, начались уголовные дела, и человек до последнего сказал, что он купил этот сертификат. Я к чему говорю, что человек даже свою жизнь, понимаете, то есть по большому счету коррупция привела к смерти человека. Потому что если бы он сказал о том, что у него купленный там, или сказал бы, реально признался бы в этом факте коррупции, он бы был бы жив. До последнего лечили как привитого, лечили-лечили, в конце концов он умер. Это первый момент. И еще один момент в отношении того, что сегодня как раз с Ольгой Константиновной мы перед началом проговаривали, разговаривали. На самом деле, вот сегодня было на этой конференции, москвичи сегодня тоже докладывали, говорили, рассказывали профессора. Они говорили в отношении того, что у нас в настоящее время идет, тоже связано с ковидом, сказали, что это есть закономерности. У нас коррупция в этом году, в 2021 году, пошла на спад. Но в то же самое время, с Ольгой Константиновной это обсуждали, говорили, на некоторых сайтах идет то, что у нас коррупция идет вверх. Но в этих случаях говорят, а судьи кто? Кто тоже это судит, тот же это отдает, эти оценки. И здесь, оказывается, есть противоречие между международной организацией, которым сейчас не совсем выгодно Россию показывать в хорошем свете. То есть есть момент того, что они очень предвзято относятся. Здесь на самом деле прозвучало у москвичей очень интересный момент, что хотя бы, может быть, мы сами начнем это проводить. Это вот такое рейтингирование. То есть по большому счету уже есть, можно также проводить изучение с наших позиций той ситуации, которая творится в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии и так далее, в Великобритании. Это второй момент. И третьим, на чем хочу сказать, то, что вот здесь как раз Александр Валерьевич сказал в отношении того, что назвал, здесь сферы, которые они изучают, то есть и в рамках чиновничества, и в рамках правоохранительной системы, и в рамках образования. И здесь, на самом деле, нас, наверное, как проектора, человек, который сгреблен за работой по, скажем, как сказал ректор, выжиганию коррупции в университете, в Казанской федеральной университете, я хочу сказать, что, наверное, все-таки эти явления где-то есть. Но вот здесь я очень призываю наших студентов работать вместе. Потому что не всегда бывает то, что некоторые сомневаются, приходить, не приходить. Я в этих случаях всегда говорю, помните, когда я каждый раз прихожу к вам, говорю, у меня есть хороший кофе, приходите, попьем за чашкой кофе. Если есть такие факты, поговорим и подумаем, как от этого зла или от этого явления избавиться. Если есть конкретно вопросы коррупционные, приходите, говорю, еще раз, всегда в общий язык найдем. И поэтому, говорю, коррупция в системе образования есть, наверное, то, что говорит Александр Владимирович. Но я еще говорю, что совместными усилиями, по большому счету, мы, наверное, призваны и должны, являясь настоящими россиянами, гражданами своей страны, по сути, это явление пресекать и с ним бороться. Я считаю так. Спасибо. Так, уважаемые друзья, коллеги, да, я напоминаю, что это все-таки ток-шоу, да, то есть возможность с вашей стороны задавать вопросы, получать ответ сохраняется. Если что, давайте, соответственно, сигнал в зал, и вам будет передаваться микрофон. Пока микрофон переходит, я все-таки попробую заострить внимание и чуть-чуть остановиться на теме, связанной с этим несчастным, злосчастным ковидом, породившим, как вы сказали, целый ряд негативных явлений, в том числе куплю, продажу всевозможных сертификатов, QR-кодов и так далее. Одной из составляющих этой проблемы, породивших проблему, да, вообще острого нежелания людей некоторых вакцинироваться, обходить законы, вплоть до того, что лучше умереть, да, иногда просто ужасный случай, многие эксперты называют неважное состояние, неэффективную работу нашего медиапространства. Я сейчас к эксперту хочу обратиться, Роман Петровичу, да, как бы вы оценили вот вклад или антивклад на нашего медиапространства сегодня, его готовность к таким вызовам, которые нам бросил два года назад ковид? Ну, если говорить о именно медиа, да, именно о традиционных медиа, а не о социальных сетях пока, на мой взгляд, что здесь освещается довольно однообразно, довольно банально все, но основное влияние все-таки идет через социальные сети. И вот там по-разному идет картина, формируются картины, формируются, мы видим, в общем-то, два типа людей и героизируются те, кто прививку не сделал, по-разному все подается. На мой взгляд, лично, как эксперта, как исследователя, в том плане, что мы оказались, мы, как медийщики, оказались совершенно не готовы к освещению вот такого плотного информационного потока и, ну, насыщенного потока, который донает нам сегодня ковид. У нас довольно много этого всего, но совершенно все очень-очень-очень однообразно. Что касается популярных ресурсов у молодежи, то здесь, честно говоря, двойственная позиция у меня тоже. Вроде и мнений много, вроде и позиции есть, вроде и эмоций много, да, но все примерно так же, вот довольно одинаково. Пока я, наверное, грустно какую-то картину нарисую или штрихи, что, в общем-то, пока понимания как такового здесь, ну, на мой взгляд, совершенно не очень много. Можно сказать, пока немного. Мы в процессе, мы учимся, мы учимся вместе с тем информационным потоком, который у нас сегодня есть. К сожалению, последствия разные. И вот вы сейчас, Венчат Алифович, тоже сказали, да? Разные совершенно последствия. И что, на мой взгляд, большую роль тоже играет, это продолжение утраты доверия как публикованному или печатному слову. Но это совсем другая тема. Но здесь она, на мой взгляд, роль играет точно. Спасибо. Спасибо. Так, был вопрос, да? Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Бутыльин, член молодежного парламента при Госсовете Торстана. У меня, как Александр Иванович, были вопросы, связанные с трендами, чтобы мы не ушли от этой темы до конца. Вот такие три уточняющих вопроса. Первый. Не может ли вы сказать, какой основной состав лиц, который попадает в реестр по утрате доверия? В этом году, может быть, или за последние годы в целом? И вопрос второй тоже меня еще интересует. Собственно, вот вопрос конфликта интересов в органах местного самоправления, в районах Торстана, может, в органах власти Республики Торстан. Были ли они найдены за последний год, конкретно интересуют, 20-й год тоже интересно будет. И вот буквально вчера была опубликована информация, что количество взяток в Торстане увеличилось на 80%. Чем это можно объяснить? Это можно объяснить раскрываемостью или, наоборот, ухудшением состояния в этой среде, по вашему мнению? Спасибо. Спасибо. Очень интересные вопросы. Значит, пойдем по порядку. Какой состав лиц, которые у нас увольняются по утрате доверия? Вот этот вопрос связан, в принципе, со вторым вопросом, потому что я приведу пример. Значит, по утрате доверия у нас увольняются как простые специалисты, так и руководящий состав. Вот приведу пример по руководящему составу. В этом году в Ютазинском муниципальном районе был обнаружен такой факт. Есть районное управление образования. Значит, и это управление образования рекомендует школам заключать договоры на поставку оборудования для оснащения школ. Значит, там парты, мебель, техника с определенным ИПшником. Что выясняется? Значит, этот индивидуальный предприниматель давал деньги дочери, вот этого руководителя управления образования. Значит, ну, якобы это была долговая расписка. Долг как будто бы дал эти деньги. Ну, естественно, там уже все сроки по этим распискам вышли. Долг эта дочь так и не вернула, значит, соответственно. И когда этот факт вскрылся, конечно, вот начальник управления образования попытался отнекиваться, что я не знал, там у меня все, там дочь что-то с ней контактировала. Я даже вот была не в курсе. Однако вот в ходе проверочных мероприятий было установлено, что, в принципе, это хорошо знакомые люди. Значит, это значит, начальница управления образования была увольна по утрате доверия. Сейчас ведется следствие на предмет именно коррупционного преступления, потому что здесь имеются признаки все-таки уголовного преступления еще. То есть, потому что у нас часто такое бывает, что, а, вот там уволили взяточника, а не посадили. Но одно другому не мешает, и после увольнения обычно запускается процедура уже уголовного преследования. Она может продлиться определенное время, и в большинстве случаев наказание всегда находится у его виновника нарушения. Так, и вы спросили, что, почему, на мой взгляд, увеличилось количество взяток на 80%. Я здесь отвечу так. Коррупция, как, я думаю, многие из вас знают, это латентное нарушение. Латентное – это значит «скрытое». То есть, участники коррупционной сделки, они как наркоторговец и наркоман. Они не заинтересованы в том, чтобы об их сделке кто-то узнал. И, соответственно, выявить такое преступление очень сложно. Это не такое преступление, что там, вот на улице телефон из рук вырвал у всех на виду и убежал. Чтобы выявить каждый факт преступления, необходимо провести очень большую работу, значит, оперативно-розыскную в том числе, значит, опросы, изучение документов. Значит, и разные показатели говорят, что у нас от 10 до 50% преступлений, они остаются в тени. То есть, о них в итоге никто не узнает. И поэтому, когда мы говорим о том, что на 80% увеличилось количество взяток, это означает, что на 80% увеличилось количество выявленных взяток. А вот это уже может быть по разным причинам. Лучше сработали органы внутренних дел. Больше стало ответственности у странных граждан. Они стали больше сообщать о любых каких-то подразительных фактах, которые стали им известны. Значит, это все может быть здесь совокупность факторов привести к увеличению количества, как вы, вашими словами, взяток на 80%. Я думаю, вот мой ответ был краток и... Я говорю, что расширить тогда еще раз немножко, то, что, во-первых, подтверждение слов, то, что говорит Александр Валерьевич. Момент того, что у нас почему-то в стране, да, и в УЗИ, почему-то все время человек начинает себя считать умнее, чем другие люди. Во-первых, как вы говорите, что начинается вот этот момент, что устраивает себе жену, там, да, люди же все видят. Это, во-первых. Во-вторых, никто, если даже бы эту взятку, не дай бог, взяли, у вас все равно это где-то, когда-то вылезет. Вы расскажете своим родным, расскажете жене, расскажете детям, где-то это все равно это выйдет, понимаете. И человек, правильно ли было сказано, в сравнении с наркоманом. Если человек один раз пошел по этому легкому пути, то есть он подсел на эти, по-русски говоря, на эти легкие деньги, то он потом мысленно, своим мышлением не сможет с этого слезть. То есть он знает, как заработать эти деньги легко. И момент того, что, как начинается тягивание, он начинает тянуть, тянуть. А в конце концов, система правоохранительного так построена, чтобы эти факты обнаруживать и наказывать. Поэтому, когда человек, еще раз говорю, себя считает, что вот я такой, я там где-то скрою, в огороде закопаю. Но если он закопает, да, и там забудет про них, вопросов нет. Но рано или поздно у него рука потянется к этим деньгам, и все равно это где-то вылезет. В покупке дома, в покупке машины и так далее. Даже когда говорят, что кто-то покупает кому-то супердорогую машину, но вы же все равно будете на ней ездить по городу. Все равно это увидят люди. Люди увидят, значит, будут думать. Если тут одни будут думать, другие будут возбуждать уголовные дела. Поэтому я еще раз говорю, что всегда вас с самого начала призываю, что думайте, пожалуйста, по тем моментам, что не когда человек говорит, что умнее других. Момент того, что рано или поздно человек все равно коррупционер попадется. Спасибо. Вот единственное, что хотелось уточнить, и что смущает, возможно, часть общества, что, в отличие от других правонарушений, коррупционные очень часто в этой цепочке, как вы ее сейчас назвали, обнаружено, выявлено и наказано. Здесь возникает промежуточное звено. Обнаружено, выявлено, оглашено публично, а потом еще с наказанием становится непонятным. Вот всегда ли все дела, которые вы озвучиваете с подозрением на коррупционные, вчера были озвучены новые факты, доходят потом до момента возмездия или нет? Вот здесь, я подозреваю, рождается элемент недоверия к тому, что борьба ведется эффективно. Ну, озвучили, озвучили. Я думаю, Олег Игорьевич, здесь... Сложный вопрос, да? Сколько реально наказано из тех, кого вы выявили? Реально наказано? Да. Осужденно. Нет, здесь стоит немножко провести черту. Наша задача, еще раз повторюсь, не поймать за руку коррупционера и наказать его, а не допустить самой возможности возникновения коррупционной ситуации. Все те факты, которые мы выявляем в ходе такой деятельности, именно коррупционные, нами, естественно, направляются в правоохранительные органы, для того, чтобы они, в свою очередь, уже провели оперативно-возыскные мероприятия, потом следственные мероприятия, и потом уже материалы, которые правоохранительные органы собрали, на основе нашей информации, они были переданы в суд для уже вынесения судебного решения. И здесь мы, конечно же, по всем делам, которые мы факты обнаружили, дальше их в судьбу отслеживаем, но не всегда, значит, в этих фактах, которые мы нашли, усматривается именно коррупционное преступление. То есть здесь есть разница между коррупционным правонарушением, за которое идет ответственность дисциплинарная, гражданская, правовая, а есть коррупционное преступление, то есть преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. И здесь бывает такое, что факты, которые мы обнаружили, они тянут на коррупционное правонарушение, но не тянут на преступление. просто вопрос часто возникает уже чем после этого даже продолжает работать вот и все значит сейчас есть вопросы но я предлагаю нашим экспертам тоже подключаться к обсуждению потому что вы носители хранители большой значимой информации для нас и хотелось бы ваше мнение по обсуждаем ему возможно еще не поле не обозначен сейчас вопросом тоже услышит пожалуйста вопрос микрофон ближе слышно небольшой уточняющий вопрос александр валич если не ошибаюсь дочка начальника управления образования какого района была замешана в деле плохо расслышно болтасинского район битазинского а ютазинского района а по вашему экспертному мнению какое может грозить наказание этому начальнику управления образования исходя из обстоятельств дела и будет ли привлекаться ребенок начальник здесь я думаю вопрос правоохранительным органам потому что то что касалось нашей части выявить коррупционное правонарушение это было выявлено материалы сейчас перед на правоохранительные органы уже оценка будет дана непосредственно ими и в дальнейшем судов если значит материал будут переданы в суд для вынесения приговора но ответственность за коррупционное преступление в годном кодексе достаточно суровая сейчас то есть и можно сказать что ответственность за такие нарушения она все увеличивается увеличивается из года в год давайте здесь я как раз добавлю то что мы сегодня как добавление забиваем экспертов вот на самом деле я благодаря савалевич приглашают и его руководителю как раз приглашают нас на заседание антикоррупционной комиссии республиканских как президент как и наш ректор очень жестко относятся коррупции просто вы себе видели бы когда поднимают глав администрации вот по таким фактам там человек бледнеет краснее то есть по каждому факту выявленного украс подразделим управлением поставим именно вопрос задается главе то есть глава администрации несет ответственность потому что за республику несет ответственность президент и а за район понятно глава как из университет ректор наш то есть наш уважаемый я к чему говорю что здесь вот момент того что если даже вот такие есть то есть там спуск уже не дадут почему управление очень серьезно именно и относится и постоянно как сказать бояться приезда вашей комиссии потому что на самом деле выявляют вычищают смотрит и это все ложится на стол президент то что я бываю на этих комиссиях когда вот все это проводится там там все все шоется стоит такой тишина аж муха летит слышно как муха пролетает то что каждый знает что кого-то поднимут кого-то заслушают и так далее поэтому вот эти моменты тоже сейчас сказали очень серьезно ко всему это относится президент республики спасибо так марию член да пожалуйста немножко по поводу наверное дочери в вашем примере докладчик сказал о дочери но ведь речь не шла о том что она не является не несовершеннолетней поскольку в примере говорится о том как я поняла с ваших слов что дочь написала расписку значит речь наступает уголовная ответственность это во-первых во вторых все-таки хотелось бы уточнить для присутствующих с какого возраста наступает уголовная ответственность за коррупционные преступления у нас уголовная ответственность наступает с 16 лет и за большинство преступления которые например и вы говорите в вашем вопросе эта дача взятки уголовная ответственность тоже наступает с 16 лет но субъектом многих других Коррупционных преступлений являются специальные субъекты, это, например, должностные лица. Понятие должностного лица дается в примечании к статье 285. То есть субъектом, например, получения взятки являться может только должностное лицо. Но это лицо, достигшее по крайней мере возраста 18 лет и обладающим определенными признаками. Но соучастниками этого преступления могут быть лица, не являющиеся должностными, то есть не обладающие признаками специального субъекта преступления. Ну и второй момент. У меня вопрос к присутствующим здесь студентам, поскольку я вижу, что здесь в основном студенты не юридического факультета присутствуют. У меня вопрос такой. А что вы понимаете под коррупционными деяниями? И что вы понимаете под коррупцией? А у меня к вам, соответственно, встречный вопрос. Означает ли это, что вот то, что вы сейчас сказали, отменяет все-таки вот то, за что мы так долго боролись? Сын за отца, дочь за отца не отвечают. Отвечают все-таки. Вот скажите, пожалуйста, что вы понимаете под коррупцией? А, ушли от ответа. Сейчас, подожди. Да, пожалуйста. Так, ну лично Александр Валерьевич Витушкин, я хочу сказать то, что коррупция – это посредничество в коррупции, дача взяток, получение взяток, посредничество при взятках. Также есть проявление мягкой коррупции, то есть получается кронизм и кумовство, что я считаю более страшной проблемой. Ну понятно. То есть у вас такой подход к коррупции, который носит такой достаточно бытовой традиционный характер. То есть очень часто действительно коррупцию связывают только с одним деянием – дача и получение взятки и посредничество во взяточничестве. На самом деле, если мы обратимся к федеральному закону 2008 года о противодействии коррупции, то коррупция включает в себя значительно больше проявлений, чем просто дача и получение взятки. В том числе это злоупотребление служебными полномочиями, в том числе это коммерческое посредничество и в том числе вообще это перечень открытой. Это иное использование должностным лицом своих полномочий вопреки или против интересов службы. Поэтому в том числе коррупции мы можем отнести в некоторых случаях и злоупотребление должностными полномочиями, которые может выражаться в использовании, продаже, распределении, выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Например, второй вопрос, который вы задали, такой риторический вопрос об ответе, кто-то за кого отвечает или что-то. Но если мы говорим о получении или даче взятки, то кроме статьи 290 и 291 Уголовного кодекса, где дается понятие дачи и получения взятки, есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по делам о взяточничестве, где в том числе раскрывается, что получение взятки может выражаться и в передаче вот этого подкупа и членам семьи и близким родственникам в том числе, при условии, что они осведомлены об этом. Поэтому если вот пример, о котором вы так начали говорить, выражался в том, что действительно должностное лицо знало о получении долговой расписки, это, соответственно, тоже охватывается понятием получения взятки. Это, кстати, достаточно распространенный пример в практике, когда получение взятки маскируют под возвращение долга. Это вот такой вариант, один из вариантов. Спасибо. Как раз здесь тема такая, о чем сейчас, чтобы немножко ребятам раскрыть. Вот на самом деле надо иметь правовую грамотность в плане того, что все-таки от вас хотят. Вот сегодня тоже об этом говорили, то, что предпринимателям не дают разрешения на строительство, не дают, то есть по каким-то моментам. И реально правовая помощь, там тоже была коррупция, то есть человеку не давали разрешения на что-то там строительство, на что-то делать, какую-то сферу, и вымогали деньги. Здесь то же самое, вот если где-то у вас будет по экзаменам, по предметам, вот когда вы говорите, вот мне, скажем так, необоснованно поставили заниженную оценку. Поэтому, ректор, почему сейчас пошел на то, чтобы вы, по сути, те спорные моменты, когда возникают между преподавателями и студентами, мы оборудовали систему видеонаблюдения. То есть человек приходит, студенты говорят, вот здесь все записывается, и человек должен ответить. То есть и преподаватель просто задает вопросы экзаменационные, студент отвечает. Если студент не может ответить или просто не готов к экзамену, четко видно о том, что он не готов. Потому что некоторые говорят, с нас вымогают деньги, мы все знаем, мы все идеальные просто студенты, но нас вот такая-то, такой-то, такой-то, вымогает деньги. И поэтому ректор пошел на то, чтобы университет, как раз эта практика сейчас повсеместно развита, как по защите дипломных, по защите даже курсовых, по-моему, да, вот все это, и экзаменов спорных. То есть конкретно человек говорит, мы вас записываем, пожалуйста, отвечайте. И после этого, когда человек говорит, а вот мы тык-мык, тык-мык, и человек уже говорит, что, а вот знаете, все-таки я, оказывается, не был готов. Я к чему говорю, вот если есть моменты коррупционного проявления, пожалуйста, об этом говорите, не молчите, приходите, и будем с этим бороться. Спасибо. И вот все-таки хотелось бы мне, знаете, уточнить один момент, поскольку студенты, я вижу, студенты, вот многие не знают, что такое коррупция, и не знают не только как бороться, а что понимать под коррупцией. Поэтому, наверное, надо шире проводить антикоррупционное воспитание и пропаганду проявлений борьбы с коррупцией среди студенчества, особенно в преддверии сессии. Просто сейчас мы уйдем совершенно в другую, но вот здесь есть у нас антикоррупционные студенческие комиссии, может быть, как раз подумать в отношении того, что с их стороны, если они сами готовы, или они приглашают, наоборот, к себе в институт прийти, и некоторые моменты можно почитать, можно рассказать, объяснять. Спасибо, пожалуйста. Я хотел задать... Все работает, все работает. Я хотел задать такой вопрос, а будет ли ответственность, если ты говоришь, вот этот человек участвовал в процессе коррупции, но оказывается, что он не участвовал, то есть фиктивно. Так, вы говорите, как я понял, про университет? Нет, вообще во всех сферах может быть. Ну, скажем так, и университет тоже. То есть, неважно ведь, да, где, вы кого-то заподозрили, что он наталкивает вас на коррупционную сделку. Да, дальше, вот, оказалось, подключились органы, не так. Ответственность будет? Да, вот микрофон передайте экспертам. Ну, это одно из проявлений, если вы действительно осознанно кого-то обвиняете в получении взятки, есть отдельный состав преступления, среди преступлений против правосудия, провокации взятки или коммерческого подкупа. Но здесь предполагается умышленная форма вины, то есть вы говорите о том, что вот этот преподаватель берет взятки, на самом деле он это не делает, и вы осознанно, вот он вам двойку поставил, и вы хотите его привлечь к уголовной ответственности за то, что он вам фактически поставил двойку, обвиняя его в получении взятки. Это провокация взятки или коммерческого подкупа. Если же вы добросовестно заблуждаетесь и предполагаете там другую форму вины, ну, здесь, наверное, уголовной ответственности нет, потому что в этом случае состав преступления, это разновидность фактически заведомо ложного доноса, предполагает прямую умысел. Вот, люблю юристов, добросовестно заблуждаетесь, как вот этого доказать? Вот здесь, наверное, момент будет того, чтобы немножко просто поправить, если касается университета. Если у вас есть информация, и вы говорите, что человек конкретно взял взятку, вот, например, факт, да, вот, в отношении преподавателя, там, еще кого-то, то здесь будет просто тупо проводить проверка. То есть мы, у нас есть антикоррупционная комиссия, мы проводим проверку, мы смотрим, потому что я сам началом вам сказал, что человек, если один раз взял, он уже берет, если вы, сказали, обвинили его в том, что взял взятку, скорее всего, этот человек берет уже не один раз, брал эту взятку, понимаете? Поэтому мы, когда проводим проверку, мы выявляем, что конкретно человек, например, вы подали, дали этот сигнал, мы проверили, опросили еще 5-6 человек, которые тоже, может быть, вместе с вами сдавали, или до вас сдавали, и после, и в конце концов, все равно докопаемся до истины, узнаем, человек все-таки разным всяким в рамках проверки, узнаем все-таки было подтверждение вашей информации или нет. Если было подтверждение информации, дальше мы опять по той же самой схеме передаем правоохранительным органам, и они работают уже совершенно с другим размахом. Жатар Ильфович, все-таки у многих студентов все-таки есть боязнь сообщить о таком факте, не бояться, что потом другие преподаватели их затопят. Есть ли возможность у студентов обратиться анонимно, допустим, в вашу антикоррупционную комиссию? Во-первых, у нас есть на сайте, у нас есть и телефон доверия, во-первых, есть работа в университете, то есть человек позвонил, сейчас молодежь в этом плане гораздо больше меня разбирается, то есть какого-то другого телефона позвонили, сообщили, сказали, все. Потом по каждому вашему сообщенному факту будет проводиться проверка, по каждому. То есть ни одной информации мы не оставляем без внимания. Более того, вы же прекрасно знаете, что сейчас ведется тотальный мониторинг социальных сетей, и даже критические высказывания, подозрения, которые возникают там, как между собой, казалось бы, они все равно становятся предметом интереса и изучения, не стоит ли за этим действительно что-то серьезное, что мешает вам жить. Так, я вижу, что микрофон у экспертов у нас, да, Евгения Валерьевна? Да, я хотела бы немножко уточнить, да, немножко, может, успокоить студентов или наоборот, ввести в состояние баттла, да, по поводу того, о чем говорил Ришат Рефулыч, да, то есть, ну, возможно, невозможно вообще в федеральном университете взять взятку, да, вот я как преподаватель сейчас говорю, вот я, по крайней мере, просто не вижу механизма, по которому преподаватель мог бы вымогать. Почему? Потому что существует система сдачи сессий, и она достаточно простая. То есть, ты пришел сдавать экзамен-зачет, ты его сдал или не сдал, да, ну, я не говорю, по какой причине, преподаватель тебя не любит или что-то еще, то есть, тебя затопили, как говорится, да. Следующий этап – ты проходишь доп. сессию, все студенты, ну, как бы, процессы знают, процедуру знают. На доп. сессии ты опять попадаешь к тому же самому преподавателю, да, опять, вариантов два, либо ты сдал, либо ты не сдал. Если ты не сдал в доп. сессию, ты попадаешь на так называемую комиссию. Там сидят три преподавателя, чтобы преодолеть, ну, как бы, так скажем, возможность этой взятки, ну, то есть, надо очень сильно постараться, да, то есть, там три преподавателя сидят. И все это, как Решат Рифулл сказал, все это под запись, под камеру. Ну, как говорится преподаватель, попробуй возьми, да, а ну-ка отними. Вот это первый аспект. А второй аспект, который я хотела осветить, который наш многоуважаемый гость из аппарата президента затронул, да, вот эта вот преснопамятная, пресловутая статистика. Самые коррупционные отрасли у нас в Российской Федерации – это образование, это медицина. И вот я все время думаю, да, я работаю в системе образования достаточно давно. И у меня, когда вот возникает вот эта вот статистика, у меня так волос, такой холодок по спине бежит. И как бы возникает сразу вопрос, блин, ну у нас же, мы же как бы этикой руководствуемся в своем поведении, мы преподаватели. Почему у нас все время показывают как флагман, что вот самая коррупционная отрасль. И когда сегодня наш многоуважаемый гость сказал о том, что как бы вот чиновники берут, у меня сразу так эта радость такая в душе. Может быть, мы тогда дифференцировать будем, да, кто это берет в образовании. То есть преподаватели, которых все время клеймят, что это они берут там штукарь, два штукаря, ну я извиняюсь за сленг, да, или все-таки это чиновничья коррупция. То есть почему никто не дифференцирует эту коррупцию? Я вот тут как рядовой преподаватель просто говорю, да, почему? Потому что у меня огромный спектр коллег в разных университетах, все люди глубоко порядочные. И когда возникает вот это вот, что мы впереди планеты всей по уровню коррупции, у меня возникает логичный вопрос, где вы их берете, да, ну вот этих коррупционеров. Я достаточно много людей знаю, да, но таких ну как бы вот не приходилось, может не повезло мне в этой жизни. Да, вот я вижу, Роман Петрович порывается продолжить. Хороший такой с ним, штукарь, косарь там, да. Да, я буквально пару слов. Действительно то, что вот такой информационный фон создан, он есть, мы с ним живем, мы в нем живем, да. И, соответственно, давайте представим себе школьника вчерашнего вместе с родителями, приходящим в эту университетскую среду. А они там вычитали вчера, позавчера, да, и что там писали, и дальше начинается. Хорошо, что есть, вот, ну, не хорошо, что есть, плохо, что есть такие факты, которые выявляются на комиссии. Но давайте не будем забывать, уважаемые коллеги и студенты, что социальная среда, эти наши так называемые альтернативные медиа, которые без проверки терпят на себе все, это еще и средство для нагнетания напряжения. Ну, а почему бы, например, сейчас кому-нибудь там, не посмотрев, дайте напишу, пока она взяточник, вашу комиссию, сразу проверка будет, да. Вот, пока она пройдет, пока она не пройдет, пройдет определенное время, но нервов потреблют, но сил, но отношения, но эмоции, это будет. И давайте не будем забывать, что для некоторых, некоторых недобросовестных студентов, которые начитавшись, насмотревшись, наслушавшихся родителей, теть, дядь, которые приходят в университет, вот с таким вот уже, как это сказать, вот с таким вот информационным фоном, вот с такой вот установкой. Такое тоже бывает. В этом тоже мы живем. И это тоже одна из сторон нашей жизни. Ну, а пойди докажи потом. Ну, это ж потом. Спасибо. Вообще, два серьезных вопроса затронута, в том числе. Ну, помимо того, что, действительно, сейчас квест попробую отчислить, да, какая там уж. Значит, вот, смотрите, вопрос методик оценки вот коррупционной емкости тех или иных отраслей. Вот эти методики, на мою память, я просто один из разработчиков, да, рождались в начале 90-х. По этим методикам сегодня продолжают изучать у населения вот эти самые отрасли. Что население, мы сами признали эту ошибку уже сегодня, да, отвечает? Оно отвечает по поводу тех отраслей, с которыми находятся в наиболее плотном контакте, по поводу контактных отраслей. Медицина, здравоохранение, образование, полиция, да, они обречены быть в первой тройке всегда по этой методике. Про коррупцию в Минкульте никто не знает, понимаете, просто. Или там в Министерстве экологии, но если только вы чего не расскажете, не подскажете. Вот не рассматривали ли вы возможность как-то корректирования этой методики? Приглашение специалистов, может быть, даже и не московских, потому что эти тоже самое делают. Для того, чтобы как-то более чистую информацию получать, может быть, даже на основе анализа тех же больших данных, то, что сегодня возможно. Как-то мы вот действительно из года в год говорим, и вот они главные коррупционеры. Да, на самом деле, очень интересный вопрос. Мы тоже таким вопросом задаемся, почему же. Но ответ здесь на самом деле прост, опрашиваются простые люди, простые, там, можно сказать, наши соседи, там, по лечественной клетке, по дому. Значит, в республике ежегодно опрашивается вот порядка 6 тысяч человек во всех районах, пропорционально численности населения района. Значит, человек чаще всего в своей жизни как раз вот сталкивается с медициной, с образованием, с полицией, бывает, сталкивается. Ну, и ЖКХ там еще все время рядом. С медициной сталкивается. И, естественно, там он обсуждает это со своими, там, друзьями, родственниками. И этот обменивается, там, как сарафанное радио, что где-то вот там я слышал, там, что брат, там, мужа, бабушки Иванова берет взятки в сфере, там, пусть будет, там, не знаю, культуры. А он, Баканов. В культуре, да. Значит, и вот этот, по сарафанному радио передается, передается, и потом у этих людей спрашивают, а в какой сфере вы считаете больше всего коррупция? И он начинает вспоминать. Так, вот мне тут мой собутыльник говорил, что у него там брат мужа, его бабушки, этот берет взятки в сфере культуры. Скажу-ка я, что в сфере культуры есть коррупция. И вот, к сожалению, может так получиться. Вот даже приду такой простой пример. У нас долгое время в наших исследованиях лидировал, ну, одну из лидирующих позиций занимала ГИБДД, что берут взятки. Там, ну, один из лидирующих позиций. Но, смотрите, сейчас часто ли мы можем встретить пост ГАИ где-то на дорогах? В основном везде камеры стоят. Камеры, камеры, письма счастья автоматически приходят, приходят, приходят. То есть возможности вот так, чтобы вот стоит ГАИшник и там нехороший человек вот такой вот, и что-то там пытается себя взять взятку, такой возможности сейчас уже нет. Просто это как уже такой миф сложился в сознании, в общее сознание, что вот ГАИ там, ну, вот анекдоты там, что взятку берет ГАИшник. Вот, наверное, там есть взятки. Вот их там по старинке пишут, что вот там есть коррупция. На самом деле мы оцениваем ситуацию с разных точек зрения. И социсследование — это всего лишь одна из десяти, наверное, может даже пятнадцати инструментов для оценки коррупции. Мы никогда не опираемся только на социсследование. Мы опираемся на данные правоохранительных органов. Мы опираемся на свои данные. Мы опираемся на данные, которые нам представляют сами органы госвласти, то есть как они видят ситуацию в этом направлении. Мы изучаем статистику, которую делают в целом по России, в целом по миру. То есть ориентируемся на сразу много критериев. И исходя из этого, вот чисто на основе статистики социсследования говорить, что коррупция в сфере образования, она повальная, нельзя. Единственное, почему так может получаться, сейчас попытаюсь объяснить. Ну, возьмем вот пример, который, ну, может быть, ближе ко всем вам представим. Там есть преподаватель нехороший, который берет взятки. Приходит к нему группа на зачет. В группе 40 человек. И в этих 40 человеках есть один человек, который со всех своих одногруппников деньги собрал, там по 1000, по 2000 рублей, и передал их этому нехорошему преподавателю. Столько здесь преступлений? Одно или 40? Здесь, согласно статистике, 40 преступлений. Плюс еще одно, что вот этот человек, он стал посредником, он передал взятку. Помимо того, что организовал, передал и дал взятку. Еще и преподаватель, как получатель взятки. Здесь 42 преступления получается. Ну, если так вот, на эпизоды разделить. И, соответственно, вот у нас так и может выйти, что вот в сфере образования 40 преступлений. Хотя вот это все вот в рамках одной группы, в рамках одного зачета, в рамках одного вуза. Вот. И делать на основе вот этой информации, что все, вся коррупция в сфере образования, там огромное, там все разъело, нельзя, конечно. Но почему я все-таки назвал сферу образования и здравоохранения? Потому что, в принципе, в каждом из районов, куда мы выезжаем, я говорю про районы, куда мы выезжаем, мы вот почему-то всегда выявляем там нарушения. Вот такой пример приведу. Опасовский район. Там мы изучили, значит, работу в Опасовском колледже. И что выяснили? Порядка 20 студентов были фиктивно устроены в колледж, получали стипендии годами, на занятия не являлись. И в конце учебу получали со спокойной душой диплом в образовании. Вы представляете, человек ни разу не являлся на учебу, получал стипендию, еще получил за это диплом. Ну куда такое годится? Естественно, мы все эти материалы, которые проводят органы, сейчас там тоже проводятся расследования по этим, всем этим эпизодам. Это только один пример. Могу в сфере воздохновения то же самое назвать, в сфере ЖКХ, в сфере земельных. Еще раз повторюсь, мы опираемся на много источников информации. Мы не делаем каких-то выводов на одном. Спасибо. Пока я еще раз призываю в зал формулировать вопросы. И возможно, даже кто-то готов назвать какие-то точки, куда следует обратить внимание сегодня, как коррупционные емкие в нашем университете в том числе. А пока вот вопрос, и Юрий Владимирович, наверное, вам я тоже слово сейчас предоставлю. Да, пожалуйста, вопрос. Пока насчет коррупции среди педсостава мы от этой темы далеко не ушли. В чем заключается разница между взяткой и подарком? Ну, допустим, я хороший студент, хороший преподаватель, хорошее личное отношение с преподавателем. Ну, хочу вот я его отблагодарить бутылкой коньяка или коробкой конфет. А его раз и за, и там по взятке кто-нибудь анонимку настрочил в комиссию, и получается, человек привлекли. Хотя никаких корыстных умыслов ни у меня, ни у преподавателя не было. Я честно сдал экзамен, там зачет своими знаниями и так далее. Вот где вот находится вот эта грань? Вообще, очень хороший вопрос, потому что он, во-первых, эту грань заставляет поискать. Во-вторых, он наталкивается на такое еще под вопрос, а что делать с национальными традициями? Вот в России есть такая традиция, например, посидеть, попить чай после некого события. Знаете, что сейчас везде категорически запрещены чайпития? Да, и мы гоняем, значит, всех там по подворотням, где они там чего-то пьют. Что-то как-то совсем уж не переборли. Хороший очень вопрос, спасибо вам. Отличный вопрос, огромное спасибо. Начнем, да, начнем с того, что, к сожалению, к сожалению, вот когда мы общаемся со студентами, общаемся, с молодежью общаемся, мы видим, что очень многие вот не понимают, на самом деле, как сказал Мария Вячеславовна, что такое коррупция, что это такое. По их мнению, когда я их спрашиваю, они отвечают, ну, это что-то, ну, там далеко какие-то проводятся расследования, исследования, полковники ФСБ, там какие-то коробки там находят, там непонятных уточек находят. Это все где-то далеко, это меня не касается. Я и все мои родственники, все мои друзья, люди кристально честные, мы никогда в коррупционную сделку не попадем. Вот. А когда начинаешь ему доказывать обратное, я обычно вот привожу такой простой пример, может кто-то из вас уже слышал его из моих уст, но я не устану его повторять, потому что он очень показательный. Я думаю, многие из вас пользуются общественным транспортом, да, трамваи, автобусы, троллейбусы, не метро. Я раньше, когда вот ездил в университет на автобусе из дома, была такая практика, что кондуктор билет не давал, но говорил, давай ты мне 10-15 рублей дай, дальше проедешь, я этот, ну, тебе билет не дам, но ты поедешь. Я, естественно, в таких ситуациях отказывался, но в группе ВКонтакте, вот в ВКП, думаю, многие из вас в такой группе сидят, там вот в годах 15-16-17-х такие видео появлялись, что вот прям снимали кондуктора, как он не берет деньги за билет, ой, извините, не дает билет, но берет деньги и все, едет дальше пассажир. И под этим видео было куча-куча комментариев, что вы пристали к этому кондуктору, он там приехал к нам из Средней Азии, у него 100 детей, он живет в общежитии там со своими там этими там сотней земляков, ему так тяжело, ему надо кормить семью, значит, ему надо одеваться, отстаньте от него, пожалуйста, не надо до него докапываться, пусть там он свою копеечку имеет, там зарплаты у него мизерные, хорошо. А через какое-то время повышаются цены на проезд в общественном транспорте. И те же самые люди, вот я даже, мне интересно, это тролли, не тролли там в комментариях проплаченные, они начали поднимать вой. Ах, там этих автобусники, директоры все разоборовали, там чиновники все продались, там за наш счет там все, там сейчас деньги поимеют, всех надо поставить к стенке, расстрелять, а мы сейчас конфисковать. Все. То есть у этих людей, не знаю, может не хватило умственных каких-то способностей построить простую логическую цепочку. Там я директор МУП АТП, мне вдруг меньше прибыль начинается из-за того, что кондуктор там себе в карман все деньги складывает. А мне нужно платить зарплату этому же нехорошему кондуктору, мне надо платить зарплату водителю, мне надо обслуживать автобусы, ремонтировать, заправлять, мыть, покупать комплектующие. А за какие шиши? У меня нет денег. Я вынужден. И любой предприниматель на этом месте поступил бы так же, он бы повысил стоимость за свои услуги. Я не обеляю руководство вот этих МУПов, там хватает тоже своих неровностей, шероховатости, которые мы выявляем. Но это вот как один из примеров того, что коррупция может касаться каждого из нас. Я тоже, вот и сейчас тоже пользуюсь общественным транспортом, добираюсь на работе на метро. И естественно, меня тоже касается вопрос повышения цены на проезд. И вот такие ситуации, когда человек тихую дает кондуктору, это бумерангом возвращается и по мне, и по тому, кто давал кондуктору, это все возвращается. То есть я еще раз хочу сказать, что коррупция касается каждого из нас. Это только один из примеров. Можно в любой сфере, там хлеб мы покупаем каждый день, телефон мы покупаем себе. Там мы вынуждены платить коррупционный налог, который входит в стоимость вот этой вещи. И поэтому вот когда я начинаю говорить, что не давай подарок, там даже ты подаришь один цветочек, там шоколадку принесешь, там 10 копеек на стол положишь, это все будет взятка. Не важно, что это за хорошее отношение, там за плохое отношение. Я вот когда начинал карьеру налоговой инспекции в районе из Нуриски, ко мне тоже пришла однажды бабушка и говорит, слушай, сынок, у меня сгнил давно в гараже машина, я за нее плачу налог, помоги мне. Вот я ей объяснил, там надо тебе, бабуля, сходить в ГАИ, взять справку, там, что у тебя эта машина уже давно снятила с учета, приноси ее справку к нам, мы сделаем перерасчет налога. Все, спасибо, милок, я пошел провожать, она мне пытается конвертик какой-то пихнуть на лестнице. Я как ошпарь на этот отскочил, бабуля, ты что, я за свою работу получаю 10 тысяч рублей, от тебя ничего не надо. Там все, кое-как ее выпроводил, но я знаю, что в районах, особенно отдаленных, такая ситуация сплошь и рядом. Сплошь и рядом такая ситуация, но не раз приходилось попадать в такие ситуации, когда вот предлагают, ну ты же мне помог, ты вот так мне все сделал здорово, там все, мне стало жить, стало лучше, жить стало веселее, вот тебе благодарность. Нет, ни в коем случае. Когда вот каждый из нас поймет, что если мне дают подарок за то, что я получаю деньги, что входит в мою обязанность, так не должно быть. Вот тогда мы победим, наверное, коррупцию, когда мы перестанем брать подарки за то, что мы так и обязаны делать. Здесь есть чуть-чуть момент в отношении, просто поймите, я ко всем ребятам обращаюсь, к нашим экспертам и к ребятам. Ребят, понимание того, что я в 90-е годы учился, то есть у нас не было даже понимания того, что мы до сих пор помним своих преподавателей, всех помним, всех знаем, вопрос в коньяке не стоял, даже в коробке конфет не стоял. То есть вот до сих пор мы к своим преподавателям, я вот всех, у меня сейчас вот в ИМО преподавателей, кто из СФАК в свое время ушел туда. И к чему говорю, в том плане, что вот ключевой момент, этот коньяк, вот то, что вы говорите, хорошее отношение, вот, как сказать, уже с самого начала заложен момент того, что хорошее отношение, я подарю коньяк. Понимаете, здесь уже момент, уже в голове есть момент того, что, а может быть не коньяк, а может скажут, да, привези лучше деньгами. Ты зачем коньяку привез? Привези деньгами, ничего, проблем нет. Мне больше деньги там, скажешь, нужны. Поэтому есть момент того, что когда вы, может быть, придете на работу, да, когда будете между своими коллегами, да, там можно, там, коньяк, там, коробка кофе, То есть хорошее отношение к человеку, к красивой женщине и так далее. Какие-то моменты есть. Но здесь студенты к преподавателю, во-первых, должна быть определенная субординация по линии преподавания. Но смотрите, вы сегодня ему дали... Нет, вы же не говорите, что ничего только за хорошее отношение, ничего плохого нет. Только за хорошее отношение. Но ключевой момент, что уже человек, в голове все равно есть, он будет к вам где-то лучше относиться. Где-то он все равно будет... Вдруг там впереди комиссия, где-то еще что-то-то будет. Он неизвестно, он сейчас будет на этом курсе или будет на следующем курсе. То есть вы все равно автоматически ставите его к себе в друзья. То есть вы дали вначале коньяк, а потом человек фактически вам обязан уже. То есть и здесь момент в отношении преподавателей тоже. Надо головой немножко думать, что это наши студенты. По сути, мы вас всех коллегами считаем, именно коллеги. Почему? Потому что я так же учился, я был таким же студентом, но не было в голове подарить коньяк. Я помню, что мы сделали только единственное, по-моему, когда был выпускной, пригласили своих преподавателей, то они пришли там, я не помню, там шампанское, по-моему, было, как обычно, там что-то такой стол большой. Они вот с нами чокнулись, посидели за столом. Все, мы уже уходили, уже из университета мы закончили. Обнялись там, все, выпили шампанское, все, разошлись. До сих пор мы помним теплую вот эту именно атмосферу и отношения. Но чтобы за хорошее отношение творить коньяк, ребят, ну тоже не доводите. Вы, по сути, берете статус, вот смотрите, вы отношение хорошее, но статус преподавателя вы поднижаете. То есть вы его переводите к своим друзьям. Он к вам и так уже хорошо относится, потому что вы его студент, который хорошо учится, который, дай бог, будет великим-великим ученым, великим там деятелем и так далее. Это же честь для преподавателя, что вы такой рядом с ним находитесь. Я вот многих, ну часть ваших здесь ребят знаю, потому что иногда интересуются жизнью, кажется, в институтах ваших. И многие, вот даже здесь находящиеся, иногда преподаватели, директор институтов вас знают и уже говорят, вот прекрасный студент, прекрасный человек, хорошо учится и постоянно стоят на вашей защите. Постоянно. То есть они вас оберегают, как говорится, мы приходим, интересуемся. Я к чему все говорю, он же не за бутылкой никого вас оберегает. Он просто видит вас, прекрасного человека, который настоящий гражданин, настоящий студент Казанского федерального университета. Вот это вот дорогого стоит, а не бутылка коньяка. Бутылка коньяка он себе купит, вышел, купил. А вот именно почет и честь с вашей стороны, это гораздо важнее, я серьезно говорю. Потом пройдет много-много лет, вот здесь немножко чуть постарше вас люди есть, я вам скажу. Потом это гораздо серьезнее, вот когда на улице встречаешься с ним дальше. Вот вырасти вам будет 30, 40, 50, на улице поздоровались, он скажет, а, Вася, я тебя помню, ты настоящий парень, там, все как. Вот это, а вы будете говорить, ты помнишь, что я тебе бутылка не гадал? Помнишь, нет? Понимаете, немножко другое совершенно отношение. Спасибо, вопрос с подарком стал яснее, с конфетами во всяком случае. С экономикой вы нас чуть-чуть не сдвинули на другой спор и дискуссию, потому что налоговые платежи внутри стоимости товара, да, коррупционные. Коррупционный налог есть такой, да. То есть, следом рождают вопросы, что наши работодатели делают с теми же студентами, когда оформляют их, берут на работу без оформления трудовых отношений, месяцами не платят зарплату, так называемые испытательные сроки, платят людям минималку, там такая цепочка. Вы как вот налоговую вспомнили инспекцию, где работали, да, сразу поплыла. Спасибо вообще, что напомнили, что есть такие проблемы, да, в том числе и у студенчества. У нас был вопрос, и давайте все-таки вначале мы эксперта послушаем и лазим. Спасибо большое. Я бы хотела отметить, что в рамках нашего обсуждения, я думаю, вы согласитесь, было затронуто и поднято очень много актуальных вопросов. И они в разной тематике. И у нас касалось и ковидной темы, и коррупции в сфере образования, и очень много было приведено примеров. Но я бы хотела вернуться в самое начало, когда вы, Леонид Григорьевич, задали такой, наверное, очень правильный вектор, когда обратились к Роману Петровичу и сказали об информационных ресурсах. Потому что вот на сегодняшний день, мне кажется, что вообще нет ни одного человека, который бы не был вовлечен в эту большую информационную систему. Я говорю именно вообще о обычных гражданах нашей страны, которых большое количество. И вот так как я сама являюсь руководителем подразделения, и еще нам необходимо организовывать работу, я вижу нашу сложность именно в том, что если мы говорим о работе в рамках профилактики коррупции, то ты порой не знаешь, что можно и какую информацию использовать. Конечно, я думаю, вы со мной все согласитесь, что тогда ярче. Вот как вы сегодня, вы нам привели примеры, и они, конечно, более действенны, они более остаются в голове, они уже побуждают каким-то определенным действием со стороны. Вот сейчас мы вот в этом формате обсуждаем, это здорово. Но вот вернусь к информационным ресурсам, и как вот сказал Роман Петрович, тоже отмечу и соглашусь, что порой информация вывешена однобоко. Если зайти на официальные сайты структурных подразделений, которые этим занимаются, вывешены в основном нормативно-правовые акты, которые ты можешь использовать. Но именно если говорить о сфере, о системе переубеждения человека или убедить, то, конечно, более другой слэн, который используют неформальные наши медиа, которые используют неофициальные информационные ресурсы, он более влиятельен. И вот здесь, как Решат Арифулыч, вы сказали, вопрос ответственности, что вот как раз порой, мне кажется, не хватает ответственности, кто бы взял на себя вот этот момент переломить или взаимодействие с этими неофициальными ресурсами. Если мы возьмем тему ковида, то тогда, конечно, больше, наверное, меньше вывешена некая официальная информация о провержении и по поводу QR-кодов, и по поводу вакцинации, а больше возмущения граждан и неких, может быть, научных, околонаучных предположений, как это может навредить. Их настолько много, что тут порой действительно наш обычный гражданин страны, он начинает теряться. Вот здесь вопрос появляется ответственностью. Те, кто работают с населением, вопрос, что же тогда, ну, как правильно объяснить и говорить, что можно использовать, какие ресурсы. И это вызывает, наверное, вот к обычному гражданину страны, который является законопослушным, который прошел все вот эти периоды вакцинации. И когда он приходит в какие-то учреждения, и когда ты должен предоставить QR-код, у тебя узнают много определенной информации, еще в это время сомневаются, ты это или не ты, твой или не твой код, то становится немного непонятное ощущение, действительно, ощущение гражданина страны этой, где ты, ну, действительно живешь, насколько ты правильно соблюдаешь, или ты являешься каким-то преступником. Вот этот момент, но все-таки вот в взаимодействии хочется, наверное, информационных ресурсов, информационных вот СМИ совместно вот как раз с ответственными исполнителями. В рамках и профилактики коррупции. Потому что, если даже здесь стоять, сидят много представителей студенческих антикоррупционных комиссий. Если у нас будут более эффективные методики, ресурсы, информации, которые можно использовать, с примерами, с разъяснениями, когда мы будем понимать, что это работает, а это действительно, вот сегодня мы услышали ваше выступление, я вижу, что это работает, и видят, и поэтому хорошие вопросы задаются. Вот это, наверное, было бы более эффективно. Если мы говорим о коррупции в образовательной среде, то тоже, если бы мы видим, вот сегодня вы тоже сказали по поводу видеокамер, по поводу, ну, вот этих моментов, и вопрос именно, нас опять здесь всего там человек 50, а нас же много, то есть если смотреть город, регион, то есть полностью нашу страну. Поэтому вот хочется, наверное, не хватает того, чтобы это доходило до каждого. И у всех было одинаковое к этому отношение. Вот, наверное, может быть, стремиться к пониманию одинакового, к пониманию, как вот у Марии Вячеславовны, понимание самого смысла коррупции, с чего я начиналась, с понимания того действия информации, которое есть. Вот такое. Илья Владимировна, дай бог мы к этому как-то не придем, да, но в момент понимания вот здесь тоже вот выводы делать. Я, во-первых, ребят призываю все-таки максимально вопросы задавать. Во-первых, мы, наверное, редко встречаемся раз в год, да, и поэтому максимально какие-то вопросы будут, мы максимально открыто на ваши вопросы ответим. Поэтому я говорю еще раз, не сидите, половина смотрю, так немножко так скептически сидит. Я тут сейчас прям вот готов задать вопрос. Я к чему все это говорю в отношении того, что понимание, на самом деле, дай бог, что это будет единое понимание коррупции в Казани и в одном из районов дальних республики. Вот здесь было сказано в отношении того, что даже, то есть, говорю еще раз, было указано, например, Казань, Зеленодольск, понимание, как шарахнулся, как от черта, ладно, от этой взятки, и где-то там, где-то там в дальнем районе, понимаете. То есть, я еще раз, дай бог, что это, и здесь моменты вот антикоррупционных, да, вот сегодня тоже об этом обсуждалось, моменты должны быть заложены еще в школе, и везде единый стандарт в школе должен быть. Может быть, ребенок, редко, конечно, такое бывает, но своего родителя может удерживаться все-таки от некоторых необдуманных действий. То есть, в университет уже приходит человек сформировавшийся, он уже знает, где дать бутылку коньяка и где дать коробку конфет. То есть, а здесь момент того, что школьник, вот у него все этот момент закладывается в школе, и вот здесь антикоррупционные моменты, в школе уже должны прям вот с молоком матери все это закладывать, чтобы человек пришел, уже говорит, не-не-не, я в тюрьму не хочу, и мне ничего не надо. Поэтому еще раз говорю, что здесь надо человеку каждому, дай бог вот к этому придем когда-нибудь, Игорь Владимирович, о чем вы говорите, но пока, вот видите, оставляет желать лучшего. То есть, мы поэтому собираемся, поэтому по этому поводу говорим, разговариваем, дай бог когда-нибудь к этому световому будущему придем. Спасибо, вопросы, пожалуйста. Да, здравствуйте, я являюсь представителем антикоррупционной комиссии юридического факультета, и очень много интересных вопросов сейчас прозвучало во время и ответов экспертов, и наших многоуважаемых гостей. Но затрону, наверное, ближе, ну вопрос ближайший ближе к теме. Почему антикоррупционные студенческие комиссии не юридического факультета, то есть, если взять, например, математический или другие институты Казанского федерального университета, они не так изучают правовой вопрос антикоррупционной деятельности. Если сравнивать институты, то, конечно, антикоррупционное самосознание, не все воспринимают его всерьез. Даже вот если брать определение коррупции, нет определенного определения у коррупции, у него есть ограниченные рамки, что входит в данное понятие. И многие представители других антикоррупционных студенческих комиссий, они не осознают, может, этого, или просто у них как-то невысоко поднимается вопрос о том, чем занимается их антикоррупционная комиссия? Это ничего, наверное, но это вопрос. Смотрите, вот вы подняли, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что вот как раз Институт социально-философских наук, когда в самом начале сказал, говорили руководители антикоррупционной комиссии о том, что на самом деле давно назрел вопрос, вообще чем у нас занимается студенческая антикоррупционная комиссия. Потому что я вижу планы, вижу, как пишут, пишут, там где-то ходят, выходят, вот сейчас даже молодой человек ответит. Но вопрос в том, что на самом деле, вот мы с вами в одной семье, то есть в одном университете, в одной семье, мы постоянно, я, Юрий Владимирович, думаю, что тоже так же, ждет от вас реальных, творческих, как сейчас говорят люди, креативных предложений. Вы сами нам говорите, вот по большому счету, вот даже момент того, что я вот сейчас сижу с вами и говорю, что может быть надо руководители студенческих антикоррупционных комиссий провести тогда ликбез обучения, чтобы, во-первых, они сами обучились вообще, хотя бы они узнали, что такое коррупция, это во-первых. И второе, потом эти специалисты, да, то есть по сообразной программе, вот на самом деле, Илья Александрович, я предложу этот момент, скажу, если вы за, если вы этого хотите. То есть я хотя бы от вас должен тоже поддержку иметь в этом решении данного вопроса, без бутылка и ника. И к чему я говорю, в том плане, что может быть все-таки объединиться и провести вот этот ликбез обучения наших антикоррупционных руководителей, руководителей и членов этих комиссий. И потом, может быть, уже с теми же самыми лекциями, во-первых, это определенный авторитет внутри института, да, они уже прочитают лекции своим же собратьям, сокурсникам, когда будут. То есть на отдельные моменты, когда, хотя бы расскажешь, что такое коррупция, а некоторые говорят, только бутылка коньяка или коробка конфет. Нет, не только, только деньги. Вопрос мотивация, как, что, услуги, что вы даете. То есть эти моменты хотя бы сами студенты будут знать, и вы будете знать. Хотя вы будете знать проявление, и куда вообще все это, кажется, идет, куда это катится. Потому что некоторые, на самом деле, думают только, что деньги отдал, это коррупция. А коньяк – это не коррупция. Вот моменты того, что вы еще говорите, что вы хотя бы, может быть, если вы согласны, я говорю, я готов эту работу взяться, мне тоже интересно, и Владимир, вместе. – Да. – Вот руководитель юрфака не знает, что школа проводится. – Я не руководитель, я просто один из членов комиссии, да. – А, ну вот ты вот. – Мы работаем, и мы уже встречали, то есть понимание вот это есть. – Вы только руководителей обучаете? – Мы не только руководители, руководители и представители. Но действительно, мы расширим аудиторию, и те, естественно, еще больше внимания сделаем на аспект коррупционного. Так это все есть, все запланировано. – Да, я бы, наверное, хотел уточнить, если позволите, да, я как раз представляю студенческую комиссию Института социальных и наук и массовой коммуникации. – Мы вот буквально как раз в ноябре проводили мероприятие, я помню, что вот как раз представитель юридического факультета участвовал, и ваш руководитель, в том числе мы проводили антикоррупционный биатлон, и собирали представителей разных институтов университета, это касается не только социогументальных направлений. – Ну, он правильно затронул вопрос, я, прошу прощения, забыл твое имя. – Кемиль. – Да, собственно, он правильно затронул вопрос в том, что есть проблема мотивации именно студенческих антикоррупционных комиссий в не социогументарных направлениях. Большому, к сожалению, работа там или не ведется, или пока она вот стоит на одном месте. Ну, и здесь, понятное дело, они очень заняты, в компьютерах сидят, они очень, так сказать, в себе. Люди, они не публичны в этом плане, и в этом есть проблема. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения в том, чтобы как-то замотивировать. Вот с моей стороны, как лично, я представляю свой институт, я всегда проводил работу именно для того, чтобы соединить и взаимодействовать с разными комиссиями наших институтов. Может быть, эта работа, вот, она будет проводиться более активно, но мы стараемся, по крайней мере. – Извините, а что вы имеете в виду под мотивацией, замотивировать, на что их надо? На изучение законов о коррупции? – Нужно понимать, как в любой деятельности нужна определенная команда, то есть, нужна мотивация для того, чтобы вести эту деятельность. Я говорю, по крайней мере, именно для этих институтов. – У меня такой под вопрос, вот, наверное, он к специалистам-юристам, к нашим уважаемым экспертам, спикерам, кто сможет ответить. А вообще, насколько глубоко рядового студента, гражданина надо погружать в детали того, что называется антикоррупционная пропаганда, просвещение. Вот мы на несчастном этом коронавирусе видим, чем больше мы людям начали объяснять, тем больше появилось внутри сопротивление, всяких антивлаг, которые теперь все знают, за какой хоботок, чего там хватается в С-белке. И вот ужас какой-то произошел, и возникает всегда ощущение, чем больше мы нагнетаем тематику, вот, в публичном пространстве, тем больше разрастается явление, по поводу которого мы начинаем говорить. Вот эта граница, где… Да, вот тут вот юристы очень важны, да, с своим мнением. – Ну, все-таки юристы обращаются в первую очередь к закону. – Это юристы, это понятно. – И вот я как юрист, обращаясь к закону, отвечаю на ваш вопрос тоже в соответствии с законом, федеральным законом о противодействии коррупции, в статье третьей которого названы основные принципы противодействия коррупции. И один из этих принципов – это публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Соответственно, это предполагает публичность и открытость, что граждане, абсолютно все граждане должны быть информированы о мерах по противодействию коррупции на каждом уровне. Поэтому это должно осуществляться и в рамках специалистов-юристов, и в рамках других специальностей в соответствии с законом. – Одно возражение по термину «должны». Они могут иметь возможность получить доступ к соответствующей информации, которая должна быть открыта и предоставлена, но они не должны. Они не должны жизнь положить на то, чтобы изучать деятельность органов госвласти по противодействию коррупции. – Речь идет, наверное, об образовательных организациях, об образовательных учреждениях, о школьных организациях, в учебные программы, к которым включаются определенные программы. Это здесь момент обязанности, обязанности дошествования. – Я расскажу, может, послушаем вопрос. – Да, вот вопросы. – Да, да, я хотел еще задать один. Вы сказали, что с нашей стороны могут поступать вам предложения. И вот одно из предложений – это повышение образования антикоррупционного в районах Республики Татарстан. Потому что антикоррупционная комиссия – это студенческое самоуправление. Оно не зависит от кого-либо, и оно проводит только профилактику антикоррупционных мероприятий. И если бы антикоррупционные комиссии в большей степени бы работали с аппаратом президента, ну, хоть и ведется работа, но еще в большей мере их бы могли приглашать в разные районы Республики Татарстан и повышать как юридическое, может, какое-то повышенное юридическое образование и антикоррупционное. Потому что вот недавно был случай, что один из студентов Казанского федерального университета выиграл грант на как раз-таки вот такое мероприятие, выезд в Лошманский район, если я не ошибаюсь, с студенческим самоуправлением, ну, с группой студенческих самоуправлений и разных институтов на повышение как раз-таки вот правовой грамотности школьников. Спасибо, очень хороший вопрос на самом деле. Мы понимаем, что упор в антикоррупционном просвещении надо делать на молодежь, молодежь, конечно же. И в этой связи, в этой связи мы, у нас в каждом муниципальном районе есть должность помощник главы района по противодействию коррупции. Это такая ключевая фигура, на которой лежит обязанность по антикоррупционному просвещению и пропаганде среди жителей, любого, ну, всех жителей района, неважно он там, юрист, кул-хакер, химик, неважно. И их задача, она в то же время и проста, и сложна. Их задача просто убедить человека, неважно кто он там, старый, молодой, работающий, неработающий, что коррупция это плохо. Вроде как задача короткая, вроде как, ну, просто взять и поговорить, но на самом деле нужен здесь подход к каждому, и к молодежи тоже нужен свой подход. Потому что сейчас вот эти скучные лекции у молодежи, они совершенно не воспринимаются. Даже вот если мы раньше пробовали собрать там молодежь минут на 15-20, рассказать там правые основы, то есть с точки зрения закона, что такое коррупция, что такое конфликт интересов, что такое взятка. Ну, неинтересны это молодежи. Молодежи интересны примеры, молодежи интересно, не знаю, там, клипы посмотреть, какие-то видеоролики короткие, какие-то презентации с большими буквами, с яркими картинками. Мы вот в этой связи тоже помощником глав в районах говорим, подстраивайтесь под конкретно каждую аудиторию. Если это молодежь, что вот как я вот сейчас объяснил, если это пенсионеры, то собраться там за кружкой чая, попить чай, обсудить какие-то проблемы, которые пенсионеров волнуют. Работяги, ну, работяги, там прийти на коллектив, заводы, предприятия, поговорить, какие у них там есть проблемы, обсудить. Значит, здесь вопрос, конечно, в подходе. Но, еще раз говорю, мы особый упор в правовом просвещении делаем на молодежь, потому что, как говорит наш Штанн Галич, наш президент, сегодня студент, завтра президент. И я думаю, здесь многие сидящие здесь в будущем будут большими директорами, чиновниками, будут мне пенсию назначать, наверное. Значит, и от того, как мы сейчас эту работу построим, зависит мое будущее, будущее Решата Рифулыча, будущее Ленина Григорьевича. Вот от того, как мы сможем с вами найти общий язык и убедить вас в том, что надо жить по-честному, по справедливости. Спасибо. Опасные слова говорите. А вот вообще, смотрите, значит, у вас опять этот вопрос, наверное, про социологию, о том, что убедить людей о том, что коррупция плохо. По-моему, социологии о том, что люди считают, что коррупция – это хорошо, нет. Все и так это знают. Но другое вызывает опасение. Люди считают, что коррупция – это удобно. Это способ решить свои вопросы в связи с… И дальше вот в связи с чем, вот где точки затыка, провоцирование, мотивации на коррупцию. Вот опять вижу, юристы хотят прокомментировать. Но пока вопрос. Это мнение, скорее, суждение. Александр Валерьевич, я хотел уточнить, а вот, допустим, какая есть система защиты свидетеля? У нас у многих людей сформировалось такое мнение, что ты бесправен, ты не можешь, так скажем, наказать кого-то за его коррупционные, получается, действия. То есть я думаю, что многие люди становятся жертвами как раз вот этого коррупционного процесса, сами того не сознавая, либо же не имея как бы права выйти из него. И получается, они боятся, они не знают, как из этого выйти, из этого порочного круга. Вот какие у нас есть средства защиты гражданина, чтобы потом он не стал жертвой той же самой мести, мести какого-то кума? Хорошо. Я на каждой встрече, неважно, с молодежью, с кем призываю не бояться сообщать. Во-первых, о коррупции не бояться. Потому что, еще раз говорю, коррупция, она очень скрытая и очень сложно выявить. И вот как раз сообщение, которое поступили от гражданина, это вот один из очень действенных способов вскрыть вот эту вот занозу коррупции. Теперь, что касается защиты. Я вот неспроста уточнил у Решата Арифулыча, вот в КФУ можно ли анонимно обратиться о факте коррупционного правонарушения? Он подтвердил, что да, анонимно. В других вузах то же самое. И то же самое есть и у правоконимских органов. То есть обращение анонимное, поступившее, оно обязательно должно быть рассмотрено. Единственное, там у нас по закону ответ на такие обращения не дается, потому что оно анонимное, но непонятно, кому давать ответ. Но оно должно быть рассмотрено по существу и в полном объеме, факты, которые в этом обращении изложены. Поэтому, если у вас есть какие-то опасения, вы не хотите раскрывать себя, подвергать себя какой-то опасности, может, это, конечно, опасность, если даже и нет, вы всегда можете подать анонимное обращение. И оно также будет рассмотрено, как если бы вы его подписали своей фамилией. Обращение граждан по-любому будет рассмотрено, конечно. Спасибо. Но люди все равно, получается, не верят до конца. То есть, что если они обратятся, они получат вот эту справедливость. Они не верят в эти органы, они не верят в это, потому что у них нет в принципе веры. Для того, чтобы не верить, надо на человека попросту обратиться. На Марсе есть жители, есть жители. Мы же тоже верим, что где-то кто-то живет еще. Но верим, понимаете, в отношении того, что не надо верить или не верить. Надо взять и сделать. То есть, чтобы человек верил или не верил, он должен пройти этот путь до конца. То есть, мы сейчас с вами будем говорить в отношении других планей, других галактик. Я говорю еще раз, если что-то есть подобное, то человек должен до конца дойти, и потом он должен сказать, я дошел до конца или не дошел до конца. Мне на каком-то этапе взяли, обрубили, пришел кум-сват, он мне говорил, вы вначале дойдите конкретно, вот шел я здесь, мне не дали до конца дайте. Почему? И после этого, на самом деле, можно четко и ясно говорить о том, что люди не верят, люди не верят во много чего не верят, некоторые Бога не верят и все остальное. То есть в отношении того, что и... Поэтому надо, чтобы было понимание, кто-то, который не верит, он должен дойти до чего-то, потом после этого можно разговаривать о конкретном факте. Вот ключевой момент. Спасибо. Спасибо, да, пожалуйста. Да, но я вот хотела бы уточнить по поводу еще раз все-таки понимания коррупции, потому что я вижу, что даже у выступающих не всегда складывается точное впечатление о понятии коррупции. Например, вы привели пример, что вам кто-то будет назначать пенсию, зависит от того, кто будет в это время власти, так? В том числе кто-то из присутствующих. Можно сделать из вашего выступления такой вывод, что вы говорите, вот кто-то из присутствующих будет находиться во власти, будет вам назначать пенсию. Хотелось бы уточнить, что назначение пенсии ведь не зависит от конкретного человека. Кто будет в это время власти? Назначение пенсии зависит от государства, от того законодательства, которое будет действовать в этот момент. Поэтому не надо создавать коррупциогенные нормы и не надо создавать условия для коррупциогенного поведения, обращаясь к тому, что кто-то будет у власти и будет вам назначать пенсию. Вам будут назначать пенсию не те люди, которые будут у власти, а государства и законодательства, которые будут действовать в этом мире. Не страхуемся лучше каждому сидящему. Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать хотя бы тому факту, что сильные у вас на юрфаке-то преподаватели. Заслуженные аплодисменты. Давайте завершать будем. Если еще у кого-то будет вопрос, дайте знать, и мы будем завершать. Небольшое пояснение, это не вопрос. Пояснение касательно вопроса того, почему в других антикоррупционных комиссиях, других институтах к вопросу о коррупции подходят не с достаточно правовой точки зрения. Даю ответ. Как член антикоррупционной комиссии филологического института, мы как филологи, точнее конкретно как историки, в отличие от вас. Но вы, правоведы, юристы, вы рассматриваете вопрос коррупции, узконаправленной правовой теме. Что хорошо, что плохо, уголовный кодекс, конституция. А мы рассматриваем этот вопрос с исторической точки зрения. Вопрос о коррупции. Для нас любое государство это инструмент насилия и террора. А коррупция это система управления государством. Но это вот с исторической точки зрения. В древней спарте воинское сословие терроризировало абсолютное большинство рабов и лотов, например. В феодальном государстве феодал терроризировал крестьянское население. По поводу того, ну, вопрос того, что почему не с правовой точки зрения. Мы с исторической точки зрения вопроса. Журналисты, с точки зрения, возможно, журналистских расследований. Там, Влад Листьев, Борис Немцов, потом, ну и так далее. Я думаю, вот, небольшое пояснение всего лишь хотел дать. А это хорошо, когда должна быть комбинация. Да, да, да. Спасибо. Ну, мне кажется, на журфаке чуть оптимистичнее смотрят на историю. У них цель другая просто. Я по поводу оптимистичности и объединения усилий. Вот студенты задавали вопрос, да, вот мы хотим, как обычно, да, мы хотим к вам на практику, да. Возьмите нас с собой. Вот вы когда в район поедете, возьмите меня на практику, да. А наши дорогие юристы доблестные говорят, давайте будем изучать закон, да. Ну, как у нас на всех стенах раньше писали, учите уголовный кодекс, это сила, да. Вот. Я попытаюсь немножко, как представитель Института социально-философских наук, у вас, коммуникации, это все примирить, как конфликтолог, да. Посмотрите, у нас во втором корпусе стоит, не знаю, кто из студентов вообще видел, нет, на втором этаже, напротив лекционных аудиторий стоит небольшая выставка такая переносная. Одно из издательств, которое занимается выпуском комиксов, вообще, не знаю, слышали или нет, Респект Ком, они выставили часть своих комиксов. Вот поднимайте руки из вас, кто видел эту выставку? Это все, да, это все, да. То есть я с Респектом познакомилась лет пять назад, да, и для меня это уже давно такой устаревший материал, но я думаю, что вот в этом контексте, когда студенты говорят, старшее поколение говорит, вот им же не интересна лекция, а студенты говорят, а мы не знаем, чего делать, да, вы нам подскажите. Может быть, в этом направлении покреативить, поработать, да, посмотрите, как работает Респект, о сложных очень проблемах рассказывает через комикс. Мы как бы в своих тренингах то же самое используем, мы тоже рисуем комиксы, мы рассказываем о том, что такое конфликт, например, да, в комиксах рисуем. У нас, ну, как бы наши, приходящие к нам на тренинги, они это рисуют. И второй момент, то, о чем говорил Ишан Алифулыч, смотрите, Спасский район, я издалека зайду, да, Спасский район, одно из сел Спасского района, несколько лет назад с помпой открыли дамбу между озером и рекой, сейчас этой дамбы нет, между двумя частями села такая яма сияющая, никаких указателей, ничего, что там яма, в темноте поедешь, что ты с машиной вместе провалишься. Озеро обмелело до нельзя, это историческое озеро, там усадьба Малоствовых, там прекрасные, там, как бы, туристическая зона, все, но в чем проблема? В селе есть студенты, которые приезжают к родителям, и никто из них, получается, просто не видит, да, что вот существует эта проблема, а решение ее связано именно с коррупционной составляющей, потому что местное самоуправление в упор не видит этой проблемы, а денежки-то куда-то ушли, да, там же не один миллион и не два, и даже не три. То есть студенты, ну, приезжают к родителям, ну, на выходные, ну, посмотрели на эту яму и опять въехали в университет учиться. Так может быть, дорогие господа студенты, которых, я имею в виду, у нас в Казанске их не так много, у нас очень много приезжих студентов в ВУЗе, да, так может быть, мы будем выездные экскурсии в собственные места жительства устраивать и искать там вот именно то, что мы пытаемся искать здесь. То есть объединим приятное с полезным. То есть посмотри вокруг себя, то есть мир, изменение мира начинается с изменения себя. И тогда не будет страшно, и тогда не будет больно, что вот что-то не так. И тогда действительно будет преодолен вот этот вот барьер, что, а вдруг я настучу, да, а меня в моем родном селе скажут, что я стукач. Нет, ты не будешь стукач. Ты будешь человек, который восстанавливает в этом мире, ну, я громко скажу, справедливость. Спасибо. Ну, то есть не проходите мимо, не будьте равнодушны. Адамбу-то ее смыло или унесли? Что случилось? Смыло? Смыло, понятно. Озеро обмелело? Да, пожалуйста. Вот, все-таки мы, наверное, приближаемся к концу нашего мероприятия, и я хотела бы сказать, что очень символично, что мы говорим о борьбе с коррупцией именно сегодня, 3 декабря, в преддверии 9 декабря, когда будет день борьбы с коррупцией. Потому что в основе борьбы с коррупцией должна лежать все-таки юридическая составляющая. Именно закон, законность. А сегодня какой день, коллеги, с которым я поздравляю всех присутствующих здесь коллег, имеющих отношение к этому, сегодня день юриста. Я поздравляю всех нас и желаю, чтобы закон всегда правил миром. И тогда и все остальные проблемы будем рассматривать значительно легче. Спасибо. Это почти красивый финал. Все-таки я слово заключительное предоставлю. Я бы сказал так, хотелось бы, не закон всегда правил миром, а хотелось бы, чтобы закон всегда правил миром. Но он не всегда правит им, увы. И вот в этом конфликте, правит-неправит закон, мы, собственно, сегодня и старались поговорить в коррупционном разрезе, в антикоррупционном разрезе. Что бы вы хотели сказать в завершении сегодняшней встречи, в надежде на то, что они будут продолжать? Видите, сколько людей уже готовы встать в ваши ряды, вы только приглашаете, что называется. Скажу коротко, уважаемые друзья, сейчас у вас уже есть в руках все инструменты, которые можно использовать. У нас действует нормативная база, у нас есть специализированные органы по борьбе и профилактике коррупции, у нас создают юнические антикоррупционные комиссии, у нас молодежи даются гранты на антикоррупционную деятельность, на антикоррупционное просвещение и пропаганду. Участвуйте, приобщайтесь ко всему этому, показывайте свою активную гражданскую позицию, не будьте равнодушными к любым фактам коррупции, не бойтесь о них сообщать, заявлять и вносить свой вклад в строительство нашего процветающего и дружного Тарстана. Я, наверное, здесь просто дополню, чтобы, во-первых, смотрю, ребята не устали, немножко дополню, что не только, вернее, первое, это активная жизненная гражданская позиция, первое, и еще один серьезный момент, у каждой стороны есть две медали, и даже три, чтобы сами не стали коррупционерами. Потому что, по большому счету, когда ты знаешь, что у тебя все нормально, с твоей анкетой, с твоей жизнью, что не до чего придраться, по большому счету, можно честно людям смотреть в глаза, потому что этого, на самом деле, дорогого стоит. Когда есть момент, у тебя начнется внутри, вот эти, как мы называем, совесть, начинает клокотать, и начинает, когда человек не может даже честно посмотреть в глаза, потому что он боится физически, что когда-то о нем, о его преступлении тут узнает. Я поэтому еще раз говорю, первое, первое, оставайтесь активно в гражданской позиции и всегда живите и держитесь в рамках правого поля. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим спикерам, нашим экспертам. Я благодарю вас за активное участие в сегодняшней беседе. Пусть в вашей жизни будет как можно больше площадок, где можно сказать правду. Спасибо и до встречи. Спасибо. Спасибо.